Девочка-пай 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 В страничках чуть-чуть больше А это все, извините, наши авторские права Практически все полностью мое За исключением некоторых треков Ничего поменяю, будет все мое То есть, если где-то раньше была коммерция То сегодня коммерции нет Потому что есть центральная городская ярмарка Которая дает нам автомобили И я им объяснил, что Пацаны, я вас сильно-сильно люблю Вы мои корифаны Но люди спросят Не только вылизывать автомобили А мы и не будем вылизывать автомобили Но хотя Есть такая машинка, на которой Мы сейчас катаемся Исузу Аксиом Теперь немножко из того, что я почерпнул в интернете Про Исузу начнем с того Что марка Точнее фирма Которая не занимается выпуском автомобилей Легковых автомобилей Они делают так От неча делать называется В основном Исузу Фирма, которая Была основана В 1916 году Скоро, кстати, исполнится 100 лет Выпускает обалденные двигатели И персонал 7000 с небольшим работников Эти двигатели Продает Рено Вопелю И Дженерал Моторс Ну а также Большое количество Грузовиков Тракторов В общем, того, чего ломаться не должно И поэтому Это Исузу Ну и от нечего делать Естественно, они выпускают Различные такие машинки К примеру, как Исузу Труппер Исузу Труппер Выпускался Аж 19 лет Ничего так, да Фактически без изменения Что-то менять Ну и вот Наступил год 2002 Насмотревшись на весь бардак С Спорт УТВТ Вехикелзами Сеуми Вот Решено было сделать машинку такую Типа под спорт То есть От брутальности отошли И собрали Неплохой автомобиль Кстати Мне понравился Вот В этот Автомобильчик Воткнули В6-3-5 250 Кобылок Тут понимаешь Что такое Исузу Вот И этот автомобиль Почему-то сразу Обгадили Критики Хотя я не понимаю Машина прикольная Да Она выпускалась всего Два года Ну и что в этом такого Затем уже Вместе С этим С производителем Субару Кстати машина Представляете Машина из Сузы Которая ни разу Не видела японский круг Потому что она выпускалась В Иллинойсе Вот Потом уже Что-то у кого-то Переклинило И решили Что давайте Возьмем Уберем И быстренько Субару Требеку поставим С тех пор И пошла Вот эта мода На отвратительно Ужасные автомобили Последнее время Ниссан ее перехватил До этого Как-то Другие марки были Тут по Сангьянк Наезжали А теперь Ниссан И Инфинити Это что-то с чем-то Просто ужасающе Красивые машины Ну и что Что машина выпускалась До 2004 года Зато как она выпускалась То есть Было решено Сделать два варианта Типа попроще Типа навороченный Ну навороченный На всех пирогах Естественно Люк кожи Вот Адаптивная Подвеска С пневматикой Вот Что там еще есть А Ну возможность Переключить Полный привод И перепоменять его На задний Вот Управление Коробки И режим на двигателе В режиме автомат В общем Все пироги И простых вариантов И не сделали Сделали вот такие Вот Машина Которая сейчас Уже 10 лет Цена кстати Адекватная 455 тысяч рублей Вот Что касаемо того Насчет запчастей Естественно Все подумают Ну редкая машина Действительно машина редкая В Малентогорске Одна такая Я думаю по стране немного Вот Запчасти стоят бешеных денег Амортизаторы стоят 39 долларов Передние фары и задние Стоят это По 56 долларов Да Очень дорогой радиатор 150 баксов Ну понятно Да То есть если машина Ориентировалась на американский рынок Запчасти стоят недорого Ну и если вы думаете Что машина умерла То нет Она не умерла Машина реинкарнировалась В Great Wall Немножко изменили морду И добавили Вот такие длинные Задние стоп-сигналы И естественно нету В6 Ну то есть рама Кстати про раму Вот Если кто-то решил этот автомобиль покупать То Вы знаете Вот С его мощностью двигателя Паркопчик Ну конечно Если не в полную Какашку лазить можно То С таким Замечательным Движком Покататься можно Реально быстро Что мы и делаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не буду говорить Так как Алексей про меня сказал Вернулась старая мечта Ну иногда приходится возвращаться Куда Бросят Коллеги Ну сейчас не об этом Сейчас о машине Isuzu Axiom Хорошее название Мне нравится У них потом какие-то Стали возникать Isuzu Что такое Не пойму Ну а вот это вот Axiom Это пожалуй последняя машина Симпатичная машина Isuzu Потом пошли какие-то Несуразные пикапы В общем Для нас Isuzu После этой машины Потеряла Так сказать Свою привлекательность Это же Очень симпатичный экземпляр Сделан он естественно Как и Алексей уже сказал Для Америки Для своих Десяти лет Машина Ну в идеальном состоянии Что говорить Вот мы сейчас В закатном солнце снимали Так Отражается Вся красота Уральской природы Единственное Вот Ну Если уже сказали Что будем Не только Облизывать Но и критиковать Вроде бы Большой автомобиль Большие двери Но все-таки Для водителя Машина Потому что Сзади садишься И как-то На тебя Начинает Довить потолок Сиденьки Кожаные Ну и Не сказать Что прям Совсем просторно Хотя В принципе Даже в дальнее путешествие Можно ехать Можно Тем более Машинка такая Сбалансированная Ну не сказать Что жесткие Наши современные Сувы Так называемые Кувы Сувы Ну и не сказать Что прям Не управляется Нормально управляется Резко не хочу Конечно ничего делать Потому что Все-таки Ну оператор Сидит Его уважать надо Ну Ну что тут Ну такое Переставочка Такая небольшая Нормально Можно Даже на большой скорости Можно Выдержать Тем более Амортизатор С пневмоноподкачкой Автоматическое Поддержание Уровня над дорогой Из Того Что понравилось В машине Это Водительское место Очень все Сбалансировано Очень Эргономично Все удобно То есть Ну Сел поехал Сидение Отрегулировать Нет проблем Все электронное Что касается Движка Ну тут Алексей Все сказал 3.5 В6 250 Кобыл А вот Трансмиссия Тут интересно Ребята Ну Те кто Знаком С нашими Внедорожниками Знают На Ниве На Уазике Желательно Остановиться Выжать сцепление Потом поменять Режим Трансмиссии Режим Разбатки А здесь Есть такая Штучка Называется ТОГ Это сокращение От английского Выражения ТОРКОН ДЕМАНД ТОРКОН ДЕМАНД Ситуация ТОРКОН ДЕМАНД ТОРКОН ДЕМАНД ТОРКОН ДЕМАНД ТОРКОН ДЕМАНД ТОРКОН ДЕМАНД Греет душу Потому что Те кто побывал В Америке Ну они знают Это оцифровка Спидометра Оцифровка Спидометра В милях А потом уже В километрах В час То есть Ну Они хоть Американцы Скажали Что мы переходим На метрическое измерение Ничего подобного В милях Как писали Так и пишут Ну что касается Последователя Этой машины То есть Грейт Волл Хувер Все же До сих пор Сейчас говорят Не трогайте Никаких китайцев Нежелательно их покупать Ну Если хотите Китайцев Покупайте Грейт Волл Потому что Он во первых Развивается Во вторых У него У него есть что-то За спиной Вот Типа Ису Зу Аксиом То есть Ну Да Тогда Когда они Начали пускать Грейт Волл Хувер Это стало Как бы Сенсацией А когда Все присмотрели Что Это же похоже На Ису Зу Аксиом На машину Достаточно редко Потому что Два года Выпускался Автомобиль То И как бы Все решили Что Вот это Так называемая Реинкарнация Очень удачная Ну У меня Сосед На Грейт Волл Хувер Ездит Доволен Как слон Ну и опять же Единственное Упущение Китайцев Они Больших объемов Не делают К сожалению Поэтому Вот так вот Грейт Волл Хувер Не ездит А Ису Зу Аксиом Ездит Поэтому Машина универсальная Машина Необычная Тем более Одна в городе Поэтому Если Тот Хочется Оригинальничать И при этом Получить Достаточно Надежный Агрегат Велкам Машина 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова